Не смог ждать полтора года и обратился ко всемирной паутине за поддельным водительским удостоверением. 61-летний Сыктывкарец в прошлом году попался за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и по решению суда его права были изъяты. С решением Фемиды пенсионер не согласился и поскольку подрабатывал таксистом, решил купить себе подложный документ. Катался недолго. Репортаж Антона Булаева. 24 февраля на улице Южная в Сыктывкаре сотрудники ДП зафиксировали нарушение. Водитель серебристой машины не пропустил пешехода на зебре. Нарушителя остановили. Пригласили в патрульный автомобиль для составления протокола. Водительское удостоверение, которое предоставил водитель для проверки сотрудникам ГИБДД, на первый взгляд не вызвало подозрений, поскольку было сделано качественно. Однако водитель не учел того момента, что сотрудники госавтоинспекции в любом случае проверяют водительское удостоверение по базам данных ГИБДД. А данный номер водительского удостоверения и персональные данные водителя не числились в базе данных. Вероятно, заподозрив неладное, общаться с полицейскими нарушитель не захотел. Все вопросы стражи порядка упорно игнорировал. После составления постановления было выяснено, что дата рождения не соответствует тому, что указано на водительском удостоверении. Как позже выяснилось, в поддельном удостоверении. Данным определением гражданин был ознакомлен. Письменный выяснил? Вы имеете в виду? Да. Это талон какой-нибудь? Письменный, конечно. Были ознакомлены? С кем? Я не видел. Смотреть, а? Будете смотреть? Да, надо. Ознакомливаться будете? Нет, не буду. Оказалось, данные, указанные водительскому удостоверении, были совсем другого человека, который проживает за пределами коми. А вот фамилия, имя, отчество и фотография принадлежали остановленному водителю. После составления протокола мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства. На первом же допросе подозреваемый, которого в прошлом году лишили прав за пьяную езду, признал вину и объяснил, откуда у него оказалось липовое удостоверение. Он зашел на первый попавшийся сайт, позвонил по номеру телефона, сказал, что ему необходимо заказать водительское удостоверение. Оператор, девушка, которая с ним разговаривала, пояснила, что да, ему сделать водительское удостоверение. Такая услуга будет стоить 30 тысяч рублей, которую необходимо перевести на расчетный счет, указанный оператором. Буквально через три дня к нему пришло письмо, он пошел на почту, где забрал водительское удостоверение, которое в последующем предоставил сотрудникам ГИБДД. Мужчина оправдывался, дескать, работает водителем и терять стабильный заработок не хотел. Вот и пошел на преступление. За нелегальное управление автомобилем лишенника на 8 суток поместили под административный арест. Расследование уголовного дела близится к завершению и скоро будет передано в суд. За использование заведомо подложного документа фигуранту грозит лишение свободы.